друзья привет всем сегодня я отвечу на очень важный вопрос как найти свое любимое дело потому что очень многие меня спрашивают тарас вот ты говоришь занимайтесь любимым делом занимайтесь любимым делом но как найти свое любимое дело и сегодня я вам расскажу обязательно досмотрите это видео до конца и так чего начать расскажу как было у меня ребята любимое дело не находят не нужно его искать если вы будете вот сидеть искать чем не заниматься чем не заниматься что я люблю не найдете никогда не найдете начать нужно с того чем вы не хотите заниматься я с этого начинал что вас бесит что у вас раздражает чем вы никогда в жизни не хотите заниматься вот это я знал я не знал чем я хочу заниматься но я знал чем я точно не буду в этой жизни заниматься я знал точно что я не буду работать руками меня это жесть как бесило после того как я поработал грузчиком как я поработал на стройке я понимал это не для меня меня это сильно бесит меня настолько это бесило просыпаться утром слушать чьи-то там указания вечно ты приходишь с этой стройке грязный нет меня это сильно сильно бесило позже я понимал что я вот не могу работать в коллективе я не могу выполнять чьи-то указания меня это бесило я никогда нормально с этим не мог справиться никогда вот такое было внутри чувство отвратительное что я понимал что я никогда не буду этим заниматься и вот когда вы определитесь чем вы точно не хотите заниматься вы будете заниматься тем что хотя бы вас не бесит что хотя бы вас не раздражает а потом если вам это понравится возможно это станет вашим любимым делом вот так было у меня вы думаете я знал чем я хочу заниматься Вы думаете, что я мечтал стать блогером? Нет, конечно же, я вообще хотел менять мир, хотел быть рэпером. Я никогда в жизни не думал, что я стану блогером, но однажды я залез в интернет и начал искать, как заработать в интернете, как заработать в интернете. Я понимал, что здесь я работаю на себя, я, компьютер, все, вперед, ты работаешь на себя. И мне это нравилось, да, потому что я не выполняю чьи-то указания, я не приношу деньги кому-то, я работаю на себя. Я начал искать, 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 и вот нашел информацию, как можно зарабатывать на ютубе, на чужих роликах. Я брал чужие ролики, перезаливал музыкальные ролики, я кайфовал. Я слушаю песни, перезаливаю видео и зарабатываю на этом деньги. Раньше на этом можно было зарабатывать, не было авторских прав, ты берешь ролики, просто перезаливаешь. И все, и они начали заходить зимними вечерами в общежитии, я тратил час, два часа в день, просто сидел и там по 10-20 роликов грузил. Эти ролики начали заходить, я подключил монетизацию и просто заходил и проверял, сколько мне денег пришло. Мне так это понравилось, я понимал, вот, вот оно, вот чем я хочу заниматься. Не хочу ходить на работу, я хочу сидеть и проверять, сколько денежек мне капнуло. Мне так это понравилось, что я начал этим заниматься, заниматься, заниматься. И вот занимаюсь до сих пор, сколько лет уже этим занимаюсь. И вот теперь я стал видеоблогером. Вот так я к этому пришел. Но не все так просто. Вот сейчас меня смотрят люди разных возрастов. И кому-то сейчас там за 40. У него семья, дети. Он ходит на нелюбимую работу. Он не может бросить эту работу. Как я говорю. Все, бросай, занимайся любимым делом. Не получится. Потому что нужно кормить семью. А любимое дело может быть год, может быть 3 года, может быть 5 лет. Не будет вам приносить денег. И поэтому человеку приходится ходить на нелюбимую работу. Что в таком случае делать? В таком случае нужно заниматься любимым делом все равно. 5 минут, 10, не знаю, полчаса в день. Каждый день вы должны этим заниматься. Каждый день. Приходить с работы. Да, это тяжело. И на полчаса, например, заходить на YouTube и вести свой YouTube канал. Вести свой блог. Каждый день это делать. Я через это не проходил. Но знаю ребят, которые через это проходили. И теперь они стали блогерами. А раньше ходили на нелюбимую работу. Но их тоже очень сильно бесила эта работа. Они знали, что не хотят этим заниматься. И поэтому приходили и каждый день уделяли время своему любимому делу. Меня вот ребята спрашивают. Тарас, считается ли, что я шляюсь? Потому что ты говоришь, не шляйтесь, не шляйтесь по разным подработкам, по разным работам. Считается ли, что я шляюсь? Если я работаю на нелюбимой работе, она мне приносит деньги. И занимаюсь любимым делом, которое пока не приносит мне денег, не считается. Пока вы занимаетесь любимым делом, не считается. Никогда не бросайте свое любимое дело. Вы можете работать на разных нелюбимых работах. Но каждый день занимайтесь своим любимым делом. И в будущем это дело станет основным. И будет вам приносить очень много денег. Но если вы молоды, вот вы смотрите мой канал, у вас уже есть какая-то осознанность. Вы в школе или вы студент. Создавайте фундамент, как я это делал в общежитии. Я начал это делать на каком? На втором или третьем курсе. Я начал создавать фундамент. Чтобы потом, когда ты закончишь универ, ты не пошел на работу. Ты остался в столице и занимался своим любимым делом. Потому что если вы пойдете на работу после универа, она вас затянет. Она вас засосет. Я работал на работе очень мало. Потому что меня это сильно раздражало. Меня никогда туда не тянуло. И когда были тяжелые времена, мне нечего было есть, мне негде было спать. Меня все равно туда не тянуло. Я лучше посплю на вокзале, но на работу не пойду. Это уже вошло в привычку, понимаете? Но если вы много работали, много ходили на работу, вы не сможете так просто соскочить. Только какое-то там тяжелое время, тяжелый период у вас в жизни. Все, люди бегут на работу, потому что нужно кушать, нужно помочь. Платить за жилье. Все, они по-другому не могут. Но я буду землю грызть, но на работу не пойду. Вот такая привычка у меня сформировалась, понимаете? Настолько сильно меня это бесило, настолько сильно я не вписывался вот в эти рамки. Я всегда хотел заниматься чем-то своим, всегда. Если вы сейчас там в универе, ходите на работу как можно реже. Не ходите на работу по полгода, потому что затянет. Старайтесь выбирать такие работы. Грузчик, стройка, там где на два дня нужно прийти, получить деньги и уйти. Я вот на такие работы ходил в основном, потому что нужно закрыть сессию, нужны деньги. Я пошел на два дня на стройку, понимаете? Если все в порядке, я на стройку не иду, понимаете? Ну как все в порядке? Если есть хотя бы что кушать, я на стройку не иду. Поэтому, когда вы в таком возрасте, больше тусуйтесь, больше общайтесь, больше развлекайтесь. Не играйте в компьютерные игры. Проводите время с друзьями по комнате. Отдыхайте, но будьте на уме. Всегда занимайтесь каким-то своим делом. Создавайте фундамент. Я так делал. Я отрывался, я гулял, я бухал. Но зимними вечерами, когда все играли в доту, я заливал видео на ютуб. Понимаете? Я создавал фундамент. Я был себе на уме и знал, что я вот так хочу зарабатывать. Не хочу ходить на работу. Хочу сидеть за компьютером и проверять, сколько у меня денег. Я это знал, и поэтому я этим занимался. Я от этого кайфовал. Я создавал себя, понимаете? Ребята играли в игры, а я себя создаю. Они прокачивают персонажа, а я себя прокачиваю. Я отдыхал, тусил и кайфовал где-то, знаете, 80% времени. Только 20% времени я уделял себе. А представьте, если вы будете хотя бы делать 50 на 50. Понимаете? Я вам не говорю, развивайтесь целыми днями, читайте, не общайтесь с ребятами. Нет. Главное здесь не соотношение. А то, будете ли вы этим заниматься каждый день. А то, не бросите ли вы это. Вот что здесь главное. Не важно сколько. Главное это делать на протяжении всей жизни. И потом, когда я закончил универ, у меня был хороший доход. Я сидел, слушал ребят, что делать, нужно искать работу. А у меня было все хорошо. Я переехал в Харьков, снял квартиру, жил шикарно, на работу не ходил. Ютуб мне продолжал переносить деньги. Понимаете? А ребята пошли на работу. Поэтому топите, ребята. Если вы молоды, у вас сейчас очень много времени. Очень много свободного времени. Особенно, кто учится там в универе. Очень много свободного времени. И вы можете там за несколько лет создать фундамент. Можете. Если вам уже там за 40, за 50, у вас семья, дети, все равно занимайтесь любимым делом. Все равно делайте хотя бы то, что вас не бесит, что вам нравится. Как это определить? Когда вы садитесь и делаете. Когда вы не бросаете это. Если бы вы это бросили, значит это вас бесит. Это же логично, да? Когда вы играете в игру, вы же не бросаете ее там через 5 минут. Потому что вам это нравится. Если бы вам это не нравилось, вы бы не играли. Теперь примените это к любимому делу. Прокачивайте себя в реальной жизни. В реальной жизни, не в игре. Развивайтесь в реальной жизни. Каждый день по 10-15 минут работайте над собой. Если у вас вообще нет времени, вообще нет времени. Вот вы приходите, уставший, в 9 вечера. Не смотрите телек. Занимайтесь тем, чем вам нравится, но в реальной жизни. То, что принесет вам пользу. С любой жопы можно вылезти. С любой жопы. Я знал таких ребят. Они вылезли. Их сильно рутина засосала, но она их настолько засосала, что они просто уже не могли это терпеть. Не могли. И поэтому занимались своим делом. Кайфовали. Приходили, кайфовали. Приходили после работы, кайфовали. И потом это дело стало основным. И принесло им очень много денег. Так же и вы можете сделать. Только вперед. Всем удачи, успеха. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин